В общем, я надеюсь, что я не пропущу какие-то ваши комментарии или там еще какие-то вещи. То есть я вижу, в принципе, что все окей. Но я просто буду переключать же в другое окно. В общем, будем надеяться, что все окей. Так, хорошо. Ну что, давайте начнем тогда. В общем, сегодня такая интересная тема про чат-боты. Да, мне придется все-таки переключаться, наверное, с окна презентации на окно комментариев. Ну, в общем, посмотрим. Так, еще раз давайте проверим, меня слышно ли, видно ли, все окей. А если окей, я-то начну. Но не слышно. Так, Людмила пишет, не слышно. У Людмилы вопрос, может быть, включить звук? Ну, собственно, в ноутбуке у вас. Может быть, погромче сделать в самом видео. Там у вас крестик не стоит. Если крестик стоит, то, значит, не будет слышно. А так можно... Потому что у меня показывает, что, в принципе, все окей, да? Все окей? Кто-нибудь, напишите, что меня слышно, пожалуйста. Перед тем, как я начал. А то я буду потом говорить. Боюсь, что если... Окей, все. Супер. Ну, давайте тогда поедем уже. А то, правда, время как бы началось. В общем, сегодня такой будет вводный вебинар по поводу чат-ботов. Вообще, это очень такая актуальная тема. И я вот думаю, что вот этим вебинаром мы просто в том числе как бы ведем в курс там вас, всех, тех, кто там не является разработчиками, да, вот по сути своей. Но так или иначе хочет понять, что это такое, как это вообще использовать для своей работы, своей организации и так далее. Вот, и этот месяц, июнь, мы посвящаем у нас тему месяца чат-боты. Мы многое пишем об этом. И вот сегодня я расскажу вот вообще, то есть просто вот такое будет видео, которое позволит вам понять вообще, что это такое, для чего это нужно и вообще как бы зачем все это. Так. Супер. Перескочил. Итак, если кто меня не знает, меня зовут Алексей Ницца. Моя почта здесь указана. Я являюсь вент-редактором Цеплица, то есть это все, что связано с инфопартнерством по мероприятиям, а мы проводим много мероприятий, да, и помимо всего прочего, я еще делаю скринкасты, небольшие видео и вот вебинары и такие вот вещи, как это. То есть если есть какие-то предложения, замечания, обязательно пишите мне прямо на почту, не стесняйтесь. В двух словах еще раз о том, кто мы такие и что мы делаем. И вот наш сайт есть. Мы, кстати, недавно его обновили. Мы очень этому рады. Я надеюсь, что вы тоже, вот, обязательно полазите, посмотрите, как он выглядит. Особенно изменилась мобильная версия, так как сейчас все-таки большее число людей используют мобильные устройства для того, чтобы там серфить в интернете, поэтому это будет для вас более удобным. Так, и наш сайт звучит как te-st.ru, да, и в социальных сетях нас очень легко найти. Мы, в принципе, везде слэш-типлица-ст, вот. Вот, поэтому ищите, смотрите, а вкратце еще раз, если вы там не знали или не видели, кто мы такие, я расскажу. Значит, мы являемся образовательным проектом в большей степени. И основная наша задача заключается в том, чтобы связать два, как бы, полюса и два сектора, да. Это IT-специалисты, это программисты, разработчики, люди, которые владеют технологиями, знают, как что-то классное делать, умеют программировать, там, дизайн, что-то еще. Вот, и уже вопросы, кстати, в чате начались. Классно, супер, я буду потом зачитывать, да. Вот, и с одной стороны, то есть это программисты, это IT-сектор, а с другой стороны, это некоммерческий сектор, это общественно важные инициативы, это активисты, это все то. Все проекты, которые занимаются какими-то решениями для того, чтобы, как бы, улучшить мир, да, или вообще решить какие-то социально важные задачи. И для этого мы делаем достаточно многое, мы проводим мероприятия, хакатоны, мы проводим вебинары, мы пишем много материалов интересных, проводим метапы, то есть по-разному, онлайн и оффлайн. Поэтому, если вам что-то интересное, обязательно присоединяйтесь и смотрите. По поводу вебинаров, вообще мероприятий, еще раз в двух словах скажу о том, что так как у нас обновился сайт, сейчас намного проще все стало. Теперь вы можете просто зайти в раздел мероприятия, посмотреть анонсы, во-первых, тех мероприятий, которые будут, ну и, соответственно, посмотреть отчеты того, что уже прошло. Поэтому, если вы пропустили какой-то там из наших предыдущих там вебинаров, например, вы можете легко найти отчеты, посмотреть, в том числе видеозапись, презентация и так далее. Забегая вперед, естественно, так как это Facebook Live, он автоматически записывается, но будет еще запись на YouTube, скорее всего, да, и презентацию вы можете потом получить, потому что здесь есть активные ссылки. По поводу вебинаров, у нас есть плейлист, тут есть тоже ссылочка, вы можете на нее так тыркнуть, сейчас я палец поднимаю, видно его нет, вот. И посмотреть там, в принципе, все вебинары за последние почти два года, там, более ранние они на сайте. Также можете посмотреть, много чего полезного по поводу дизайна, безопасности, открытых данных, все-все-все, может вам пригодиться в своей работе или просто для личных целей каких-то. И видеоуроки, это вот скринкасты, по сути, да, то есть такие небольшие видео, которые рассказывают, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом. Поэтому, опять же, независимо от того, что вы делаете, там, это в своей работе, просто для личных целей и так далее, то есть это касательно и дизайна, и безопасности цифровой, да, и каких-то других вещей, то есть сейчас достаточно много онлайн-сервисов, которые позволяют, как бы, не специалистам, да, то есть не программистам или не дизайнерам делать классные вещи, то есть они просто действительно являются хорошими помощниками, мы можем это делать самостоятельно. И вот, как бы, мне кажется, один из ключевых моментов в Теплице мы стараемся показать, что вот принцип DIY, то есть сделай это сам, он действительно работает, и мы сами показываем это на себе, то есть мы можем в чем-то разобраться, показать вам и сделать самостоятельно что-то. И давайте двигаться дальше, в общем, сегодня мы будем говорить о чат-ботах, да, таких, в общем, звучит это, конечно, устрашающе, но, чем не менее, ничего страшного в этом нет, но на примере все-таки Телеграм, потому что, конечно же, чат-боты, вообще боты в мессенджерах, они существовали давно, и, как бы, существуют сейчас не только в Телеграме, но мы будем говорить больше об этом. Ну, и сначала я, конечно же, расскажу некую предысторию, вообще, как это было, что это такое, чтобы было понятно и погрузиться в контекстники. Так, все-таки Людмила не может включить, пишет в чате, звук. Да, вот, Наталья пишет, что попробуйте в другом браузере зайти, вот, я надеюсь, что все получится. А Ольга пишет в комментариях, что я думала, что чат-боты это функция из лоа, а, это фикция из лоа, и их использование неэтичное, поэтому они должны использоваться для НКО. Интересное мнение, Ольга. Ну, мы сейчас поговорим, и я думаю, что ничего страшного в этом нет, совершенно, и я думаю, что они даже будут вам полезны. Во-первых, сразу хочу сказать, да, так как я уже упомянул о том, что в июне мы пишем материалы по этой теме, у нас формируется курируемый тег, то есть вы можете вот по этой ссылке теперь всегда заходить, и там эта ссылка, она, условно говоря, является агрегатором всех материалов о чат-ботах, то есть мы будем в будущем писать, там, в прошлом писали, вот, постепенно эта ссылка, она будет пополняться материалами, да, и все больше и больше материалов будет именно касательно чат-ботов, поэтому, если вам интересна эта тема, вы, по сути, можете подписаться, попробовать по RSS, либо просто сохранить в закладке и проверять там изредка или там постоянно, что-то нового появилось. В общем, это достаточно удобно. И начнем с конца, да, в общем, вопрос, собственно, чат-бота, классно, что это такое вообще, это мессенджеры, что такое мессенджеры, и вообще, почему это так, ну, как бы полезно, ну, вообще, то есть давайте поговорим о том, с чего мы вообще, как бы, пользуемся интернетом, с каких устройств, да, то есть у нас есть настольные компьютеры, есть, там, ноутбуки, есть планшеты, есть мобильные устройства, смартфоны, да, и, соответственно, во-первых, в первую очередь, конечно же, доля смартфонов очень сильно выросла, и она в некоторых регионах даже, например, смартфоны используются намного чаще, чем стационарные компьютеры, да, для выхода в интернет, потому что телефон банально стоит дешевле, да, то есть кто-то себе просто не может позволить купить на Facebook, например, либо, там, настольный компьютер, но у него есть деньги на смартфон, который поддерживает выход в интернет, сейчас, в принципе, даже бюджетные телефоны имеют хорошие, там, то есть, ну, система Android, например, да, и это такой стационарный, ну, то есть стандартный хороший вариант для того, чтобы пользоваться интернетом. Так вот, в смартфонах и, то есть, в мобильных устройствах, это смартфоны и планшеты, да, есть, собственно, два, ну, четыре типа, там, операционных систем, но, там, самыми популярными являются все-таки это Android, да, система от Google и iOS, это система от Apple, и, соответственно, просто мы используем эти телефоны и используем приложения, да, то есть, есть такие приложения, которые называются мессенджерами, то есть, это там, где мы общаемся, переписываемся, то есть, если говорить раньше, то мессенджеры, опять же, они существовали, они совершенно, это не изобретено никакое колесо, все, как бы, уже было раньше, и мы об этом тоже поговорим, но они были просто на компьютерах, и все это постепенно пересело через SMS, через другие какие-то сервисы, да, постепенно, постепенно это превратилось в то, к чему мы привыкли, мессенджеры, где мы в окне пишем людям, там, можем создавать разные каналы и так далее, но об этом чуть позже, в общем, а эта картинка показывает вам статистику популярных мессенджеров в России, это достаточно новая статистика, и она говорит о том, что, как вы видите, 27, почти 28 процентов, это WhatsApp, 16 процентов, это Telegram, и 26,1 это Viber. Или я могу путать, нет, нет, тут видите, как, кстати, два цвета одинаковые, в общем, Telegram, он еще где-то, 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 вот, очень мало составляет, но, тем не менее, в общем, и, как вы видите, вот эти три, Skype, да, все еще, и вот эти вот три, давайте посчитаем вместе, 4 до 5, 9, то есть 8 на самом деле, 8 мессенджеров и плюс все остальное, то есть вот количество мессенджеров достаточно велико, да, но оно вот представлено таким образом, и WhatsApp, который, кстати, не имеет чат-ботов, он достаточно самый популярный. Telegram постепенно-постепенно набирает, как бы, популярность, так как изначально он был создан, собственно, на английском языке, и он не в России, да, то, ну, как мы все знаем, он создан, там, Павлом Дуровым, да, но, тем не менее, целевая аудитория изначально была не Россией, тем не менее, вот, как вы, ну, допустим, я точно уверен в том, что, как бы, аудитория растет, Telegram, и постепенно-постепенно-постепенно она догоняет, вот все, вот те, которые занимают, допустим, там, Facebook, Skype и так далее. В общем, как вы видите, может быть, и себя здесь найдете, то есть вы точно пользуетесь одним из этих мессенджеров 100%, мне кажется. Если вот есть какие-то, кто не пользуется, то напишите. Вот в чате пишут, что, а где ВКонтакте? Ну, собственно, ВКонтакте это же не совсем мессенджер, потому что это приложение, да, это социальная сеть. Мы пользуемся на мобильном устройстве именно приложением. Поэтому это не совсем, как бы, мессенджер, да, то есть мы знаем, что, например, у Facebook есть Facebook мессенджер, это отдельное приложение. Вот мы будем сегодня говорить все-таки о таких отдельных приложениях, не совмещенных с социальной сетью. Так, вот у меня почему-то на телефоне не грузится. Давайте посмотрим в чате. Так, сейчас я обновлю, посмотрю. Ну, я надеюсь, что все окей. В общем, просто, да-да-да, я вижу, что что-то происходит, но почему-то видео не грузится. Да, вот, окей, продолжаем тогда. Вот, и, в общем, как вы видите, популярность растет, если не пользовались, попробуйте. Ну, и теперь давайте перейдем конкретно, вообще, что такое чат-боты, вообще, что такое боты и, как бы, зачем это вообще все нужно. Значит, боты, это сокращенно от робота, да, то есть это программа, имитирующая деятельность человека, по сути, ну, так вот, если простым языком. Что такое чат-боты? Это, собственно, программы, которые имитируют собеседника в чате, и вот сейчас они позволяют вам получать различную информацию, вообще все, что угодно. Да, я тут перечислил, в принципе, некоторые моменты, но это, на самом деле, намного шире. То есть, с помощью этих чат-ботов, то есть, вы можете вот, как человеку, условно говоря, да, там, писать и какой-то запрос, и в ответ получать какую-то информацию. Это работает очень просто. То есть, вместо человека просто вам отвечает программа. И что вы можете получать? Там, новости по году, курс валюты, расписание транспорта, все, что угодно. Там, заказ товаров и услуг, скачивание музыки, электронных книг. Вы можете даже сделать helpdesk, то есть, например, там, сервис помощи, там, ваша организация, когда он автоматически будет отвечать человеку по запросу. То есть, сейчас вообще, на самом деле, это в топе действительно очень стало в тренде популярным, и все достаточно просто, и вы можете упростить свою работу просто миллионы раз вообще. И действительно, вот, возможности сейчас, в принципе, безграничные. Вот, поэтому сейчас мы поговорим больше. Я надеюсь, что в конце, вот, нашего вебинара вы хотя бы поймете для себя, что, ну, действительно стоит попробовать хотя бы попользоваться тем, что существует. И, там, следующим шагом будет, например, создание, там, чат-бота для своей организации. При этом, кстати, это возможно, это бесплатно, что самое интересное. Начнем немножко с истории. И вот, поговорим о том, что вообще изначально первое упоминание примерно о том, что такое может быть чат-бот. Это была, собственно, программа Элиза, которая была реализована в MIT, по-моему, в 64-м, в 66-х годах. И она представляла собой окно, как бы, где человек мог с помощью ввода различных команд общаться, как бы, с доктором, с психиатром. И, как видите, там, доктор Филл, в общем, это было, как бы, достаточно нормально, да, то есть, были какие-то предпрограммируемые, например, вопросы, по которым можно было получить ответ. И вы представляете, это было в 64-м году, то есть, это было, там, допустим, 50-60 лет назад. То есть, ну, меня это, честно, вот, немножко шокировало, когда я первый раз это увидел. Ну, и, конечно, все мы, ну, по крайней мере, там, люди, которые старше, там, 90-го года рождения, ну, мне так кажется, да, они все помнят ICQ. И все мы на компьютерах, наверное, пользовались этим мессенджером, и это, наверное, было самым популярным, в том числе, там, был АОл-мессенджер, что еще. Кстати, если кто-то помнит какой-то, может быть, там, напомните в чате, напишите интересно, чем вы пользовались. Ну, вот я, честно, очень хорошо, прекрасно помню Аську, и даже я до сих пор помню ее номер свой, то есть, вот, как-то это все в голову влезло. Да, и там уже были, вот, собственно, эти чат-боты, да, как вы видите здесь, вот, на примере, там, этого окна, это чат-бот Bashork, это такой был, ну, наверное, до сих пор существует такой сайт, где можно было видеть такие всякие смешные цитаты из интернета, вот, и он, собственно, показывал вам различные варианты, и вы могли, там, читать анекдоты, в том числе, да, там, так далее. Ну, наверное, вы все помните вот этот момент. Давайте я перейду сейчас немножко, перерусь, посмотрю вообще, как там с трансляцией, все ли окей. Вроде все окей, да, давайте вернемся дальше. Значит, ну, то есть, это не изобретено только что, это было очень давно, да, начиная с 64-го года, когда развивался интернет, появились вот такие десктоп-мессенджеры, мы переписывались, и все пользовались, да. Да, вот, видите, кто-то пользуется до сих пор, Наталья пишет, что она и до сих пор пользуется. Это нормально, это здорово, вот, и технологии, как вы видите, и понимаете, что они, в принципе-то, развиваются очень сильно, и сейчас у нас есть, опять же, если две платформы брать, это от Google, Android и iOS, да, то у нас есть уже помощники. Это, конечно же, Siri и Google Now. Кстати, вот кто пользуется Google Now или Siri? Я вот, честно говоря, не очень пользуюсь, но тем не менее, ну, наверное, все, да, знают, что это такое, то есть, это голосовое управление, вы можете не только, простите, не только управлять, собственно, там, какими-то, то есть, это не только голосовое управление, именно, вот, голосовой помощник, который, вы его спрашиваете, он что-то делает, то есть, например, с помощью Siri можно, там, поставить будильник, написать заметку, написать mail, ответить на телефон, позвонить, там, показать какую-то информацию с интернетом, найти картинки, найти музыку, там, не знаю, все что угодно, то есть, и сейчас, кстати, в новой версии iOS еще лучше, и вот на десктоп-версиях, там, то есть, для компьютеров уже появляется эта вот Siri для компьютеров, то есть, это будет вообще потрясающе, вы можете быть голосом, собственно, разговаривать, ну, условно говоря, с вашим помощником, и он вам действительно будет помогать. Здесь я хотел привести, я не знаю, кто-то смотрел или нет этот фильм, называется «Она», в переводе на русский язык, очень советую, реально очень советую посмотреть этот фильм, он такой действительно добрый, позитивный, и про технологии, там есть ссылка на кинопоиск, можно посмотреть описание, значит, суть в том, что, ну, помимо всего прочего, да, то есть, вот, в этом фильме есть некий виртуальный человек, женщина, да, вот, с кем-то этот мужчина общается, то есть, ну, можно так предположить, что в Siri, по сути, или там, Google Now может развиться у вас что-то подобное, да, то есть, это просто программа, да, вот, который голосом общается с человеком, вот, они действительно, у них, там, был долгий диалог, то есть, с помощью, например, камеры он показывал, там, все, что происходит вокруг, и разговаривал как с человеком. И это было действительно очень уникально, то есть, вот, к этому, по сути, может все и привести, вот. И что хочу сказать, что уже сейчас, я потом это еще раз расскажу, но сейчас, то есть, как мы все понимаем, что диалог вообще для людей, это у нас в крови, да, мы любим разговаривать, нам, допустим, для нас ненатурально искать информацию в интернете и, там, пользоваться компьютерами, как это было раньше, то есть, там, вводить запросы какие-то и так далее, да, нам привычно разговаривать, нам привычно спрашивать, спрашивать у друзей, спрашивать у людей то, что нам необходимо найти. И вот, собственно, чат-боты — это первый шаг к тому, чтобы, вот, сделать это еще раз, вернуться на круги своя и сделать это привычным, как это было раньше, то есть, представьте себе, что вы спрашиваете нужную информацию у вашего друга, а он вам отвечает, по сути, вот это и есть чат-боты в таком, ну, в такой интерпретации. Так, давайте я вернусь все-таки, посмотрю комментарии, если какие-то есть, ну, я думаю, что все окей. Так, если все окей, напишите в комментариях что-нибудь, пожалуйста, я хочу проверить, что все работает, а то я боюсь, что что-то отвалится, а я буду рассказывать, и никто не услышит. Так. А я пока вернусь. Так, 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 ничего не происходит. Ну, ладно, мы будем надеяться, что все окей. Ну, хоть какие-то там, не знаю, действия произведите, пожалуйста. Супер, вот я вижу, да, что какое-то было действие, значит, все окей. Так, и не мог не привести вот этот слайд, такой пример, который показывает вам, ну, наверное, все, кто сталкивался с какими-то услугами, да, там, оплаты ЖКХ и так далее, ну, и вообще, там, есть такое понятие служба одного окна. То есть, в принципе, это госучреждение, тем не менее, оно заключается в следующем, что вы приходите в организацию, и вы можете вот действительно в прямом смысле в одном окне получить услуги разных типов, да, то есть, там, оформить что-то, какую-то доверенность, там, оплатить что-то и так далее. То есть, если более просто говорить, допустим, вы пришли в банк ваш или, там, в Сбербанк, и, там, например, вы в одном окне с человеком можете, там, открыть валютный счет, там, получить что-то, перевести деньги и так далее. То есть, это когда вы в одном месте совершаете совершенно разные, разные операции и получаете разные услуги. Вот, поэтому вот эта привычная такая штука, она действительно тоже сравнима с тем, что такое чат-бот. Вот представьте себе, что мессенджер, да, это же, собственно, такое, ну, приложение, да, и оно достаточно простое в управлении, но у вас там есть все, что вам нужно. То есть, вы можете получить любую информацию с помощью чат-ботов. Вы можете, далее мы будем, там, смотреть, какие существуют, вот, и действительно, их просто огромное, множество сейчас, они постоянно растут. Вот, если говорить по поводу, простите, телеграммы, то, во-первых, сторонние разработчики могут использовать API телеграммы и создавать свои мессенджеры, поэтому, в принципе, на данный момент совершенно неизвестно, сколько существует этих чат-ботов, и они постоянно это количество увеличиваются. Вот, и еще раз хочу сказать, что это вот для понимания, чтобы вы поняли, да, вот чат-боты — это способ превратить ваш мессенджер в службу одного окна, когда у вас в одном месте есть все, что угодно. Там, вы можете посмотреть погоду, скачать любую музыку, посмотреть анонсы мероприятий, фильмов, не знаю, посмотреть, что идет рядом, где кто находится, если что-то происходит, какие-то, там, нотификации у вас возникают, вы можете заказать билеты в кино, вы можете купить билеты на самолет, вы можете спланировать путешествия, вы можете заказать цветы, машину, все, что угодно, еду, то есть вам не надо ничего, у вас есть только мессенджер, и вы пользуетесь вот в одном окне, и получается куча-куча-куча всего. Интересный график, хочу тоже о нем сказать, единственное, что он касается Facebook мессенджера, я не нашел такой же график для телеграмма, но, тем не менее, вот, для понимания будет, как бы достаточно хорошо, и вот что этот график говорит, да, то есть вот с развитием чат-ботов, как будут использоваться мессенджеры, в частности, Facebook мессенджер, да, то есть по распределениям, как вы видите, самое большое 17%, не самое большое, давайте с другого начнем, значит, почему это самое большое здесь нарисовано, потому что это сложность, условно говоря, да, то есть чем выше график по вертикали, тем сложнее, в общем, больше всего это, конечно же, поддержка, да, вот синим цветом, мессенджер будет использован для службы поддержки, то есть у вас есть какая-то организация и так далее, вы можете им написать, вам сразу ответит, причем ответит не человек, а ответит программа, то есть это будет намного быстрее. Также 29% это какие-то уведомления о каких-то вещах у вас будут, да, и 17% это букирование, то есть это заказ чего-либо. Сейчас уже, например, Facebook мессенджер позволяет в Штатах заказывать Uber, такси, да, и много чего другого. Также, в принципе, существует... Я просто смотрю в чат, чат-то говорю, значит, фразу, существует вообще сервис, которые построены на том, как, в принципе, бы работали чат-боты, но это пока еще делают люди. То есть когда, например, в мессенджере, да, вы пишете организации, да, и они вам, в принципе, прямо там, допустим, я не знаю, да, представьте себе, что это, там, Corel Travel, условно говоря, там, вы хотите слетать, отдохнуть. Вы пишете, и вам человек, оператор отвечает. Вот, но, по сути, это будет просто заменено. Да, и говорю про график, 6% это, вот, поиск, ввод данных, информации и так далее. И вот, как ни странно, это пока мало занимает, да, вот, процентов всех того, как это могло бы использоваться или используется, но в будущем и, в принципе, для некоммерческих организаций это будет очень важно, ввод данных, сбор данных. И я об этом немножко чуть позже поговорю. В чате задают вопрос, в чем отличается чат-бот от ботов. Ну, собственно, чат-бот существует в чате, он существует в мессенджере, потому что есть, например, боты на сайте, например, служба поддержки. Когда вы заходите, вы видите, окошко возникает, и это немножко другая история. Это похоже, но это немножко другая история. Все-таки я вот связываю это вот в понимании с мессенджерами. Вот, конечно, такой грани нет какой-то, да, но, тем не менее, вот, лучше, наверное, говорить чат-боты, ну, чтобы более точно определить, что имеется в виду. Наверное, вот так. Окей, двигаемся дальше. И, да, теперь возвращаемся к Телеграму. Собственно, почему Телеграма и вообще, ну, в чем прелесть-то-то? Во-первых, Телеграм достаточно новая платформа, да, еще раз созданная тем, одним из тех, кто создал ВКонтакте. Вот. И большие плюсы в чем? Во-первых, в том, что у Телеграма существует приложение для всего, вообще для всего. То есть у них есть для Windows Phone, для iOS, для Android, и есть Desktop-версии для компьютеров. То есть вы можете использовать этот мессенджер у себя на компьютере. Это очень удобно. Например, опять же, если вы там эффективно используете... Ну, то есть нам реально это удобнее, да? Если вы администратор ведете какой-то канал или еще что-то, то это еще супер вообще. Это в разы просто удобнее. И у них есть, у Телеграма есть просто, значит, магазин ботов. То есть это магазин программ, которые вы можете добавить себе в Телеграм и использовать. Я немножко позже потом перейду на сайт и покажу. Вот. Но, собственно, в двух словах просто сразу скажу, потому что, кстати, я вообще этого не понял сначала. Когда я заходил, тут есть интересный такой момент, что вы видите вот сбоку, наверное, не видите. Но, тем не менее, я скажу, там сверху справа есть там английский или русский язык, да? И вот я думал, что это такое, что это имеется в виду. То есть, во-первых, изначально, конечно же, сайт на английском языке вы можете переключить на русский, будет описание русское. И потом, кстати, классная штука, что можно выбрать боты, на каком они языке. На русском, на других языках, на английском и так далее. То есть, например, если вы хотите только найти, там, чат-боты на русском языке, просто ставьте галочку только около русского языка, и тогда вам будет проще просто ориентироваться. Потому что часто бывает так, что вы находите какого-то интересного бота, но потом он просто на английском языке, и это не очень, как бы, удобно. Вот. Этот слайд показывает... Так, сейчас. Sorry. Окей. То есть, во-первых, это два бота, на самом деле. Я просто показал пример. Ну, вообще, как это работает. Значит, слева это... Чат-бот теплицы. А справа это просто бот, который показывает, например, самые дешевые варианты Сапсана из Москвы, из Петербурга и обратно. Если вы, например, вводите какой-то месяц. Ну, допустим, вы хотите поехать из Москвы в Петербург на выходные, и вам нужно понять, когда это будет дешевле сделать. Так вот, это очень легко. Вы, например, как видите, вводите, там, например, месяц, июль, и он вам автоматически подбирает, в какую дату вам нужно купить и в какое время поехать, чтобы вот сумма билетов туда и обратно была минимальной. То есть, вот это такой пример хороший, который показывает, что это вот просто в разы сокращает вам время на поиск, да. То есть, после этого, когда вы видите, когда это есть, вы просто идете на сайт, выбираете эти, как бы, даты, и это время, и покупаете билеты. То есть, это намного сокращает время поиска и, как бы, помогает вашему бюджету. С левой стороны это бот теплицы, который мы недавно сделали, и на данный момент он позволяет вам по ключевому слову, во-первых, найти любые статьи на нашем сайте. Ну, например, там, вот я привел пример Хакатон. Вводите слово, и он вам выводит материалы по этому слову. Например, там, вам интересны материалы, я не знаю, там, инфографика, дизайн, НКО, эффективность, краудсорсинг, краудфандинг. И вы можете быстро найти статьи, пролистать их и открыть, и это очень удобно. Опять же, вы можете посмотреть потом последние, там, материалы, например, анонсы или еще что-то. То есть, это все очень быстро. Так, я пока переключусь на чат, и так. Наталья пишет, что если будут работать боты, люди лишатся работы. Они уже лишаются работы, кстати. И во многих больших корпорациях даже отделы сокращаются, из-за того, что существует, появляются программы, которые изменяют людей, к сожалению, для людей, но вот все-таки прогресс таков, что да, это так. Екатерина спрашивает, существует ли система сбора информации об активности аудитории в Телеграме? Я думаю, что существует, можно найти, да, вот, что вы имеете в виду, то есть, сколько обычно людей пользуются Телеграмом или что именно. То есть, я думаю, что информация существует, и можно, опять же, если там разработчик использует API, то вся статистика будет доступна. Иван, в свою очередь, пишет, что люди не лишатся работы, люди будут заниматься смыслами, а не рутиной. Ну, кстати, вот недавно мы с коллегами обсуждали некую проблему, и я не буду просто говорить более конкретно, но я скажу, что все должны понимать, что густонаселенные страны или страны, где очень большое количество людей просто, да, населения, вот, достаточно могут иметь большие проблемы в будущем. И именно вот с тем, что частично, например, роботы или боты или какие-то другие вот реализации могут заменить деятельность человеку. А просторы публикации, просмотры публикации для Екатерины пишут? Непонятно. Так, а еще Ольга задает вопрос, а в чем им на преимущество пользоваться чат-ботом теплицы? В окне поиска на сайте разве не то же самое? Ну, вот еще раз, смотрите, вот, когда я начинал говорить о том, что это как бы сервис или там служба одного окна, то есть, например, вы переписываетесь, там, не знаю, со своим другом, коллегой, и вот в это время вам нужно быстренько посмотреть, например, какую-нибудь статью по инфографике, и для того, чтобы просто сделать это быстрее, вы просто открываете в этом же мессенджере, в окне в другом просто быстро и вводите слово, да, и вы уже получаете результат, вместо того, чтобы, например, вам нужно выйти из мессенджера, зайти на сайт, вбить его, вбить еще поиск и так далее, то есть, как минимум, это быстрее. Плюс еще просто это быстрее, вы можете скопировать сразу выдачу поисковую, да, например, вам выдается там вот пять результатов, вы просто берете, скопируете и кидаете это другу, то есть, это просто намного удобнее, вот все. Самый простой ответ, это удобно. Окей, двигаемся дальше тогда. Чат я прочитал. Так, давайте я вернусь, посмотрю, может быть, что-то есть. Какие-то комментарии еще. Так. Вроде все окей. Сейчас еще здесь посмотрим. Так, окей, окей, окей. Супер. Двигаемся дальше. Да, и вот этот слайд, это еще раз, как бы, как это работает на desktop-версии, например, да, вы можете, также есть некие команды, вы можете набрать help, посмотреть, что там есть, и почему это удобно. То есть, просто иметь в виду, что вы можете это сделать для своей организации в том числе. То есть, если вы создаете какой-то контент, это так же удобно. То есть, и чтобы его найти, это нужно ввести просто в поисковой строке, в браузере, например, telegram.me.teplice.bot, или просто в поиске, то есть, в вашем мессенджере telegram просто в поиске теплица нижнего подчеркивания бот. И тогда вы просто добавитесь, и там можете использовать его. И два слова, всего два слова, на самом деле, но, тем не менее, потом просто можно посмотреть, как создать чат-бот, да. То есть, существует, на самом деле, два варианта. Сложный и простой. Значит, сложный — это разобраться с бот-апи, который существует, да, то есть, предоставление, там, для программистов, предоставление данных, и вы можете это найти на вот этой ссылке. И, в принципе, там вся информация для разработчиков существует. И второе, во-первых, есть классный вообще, просто на Hubr Hubr есть классный пост, где рассказывается прям пошаговая инструкция, и, наверное, сейчас я потом покажу. Ну, это достаточно сложно, да. Так, и второе. Второй вариант — использовать бота, который создает ботов. Он называется Botfather, и я его тоже сейчас покажу, когда буду показывать браузер. Вот. То есть, я, на самом деле, сам пробовал создавать ботов. Но это не так сложно. То есть, по сути, вот, что такое простой бот, да, вот, если так в двух словах сказать, что это просто некие вариативные, как бы, вопросы-ответы, да, то есть, когда вы на определенный вопрос можете выдать определенный ответ, да, то есть, это либо открытый ответ, либо это как-то информация откуда-то берется, либо еще что-то. Вот. И, то есть, есть бот, который это помогает сделать. Так, сейчас, секунду, я переключусь на чат, и посмотрю, что у нас там. Так. В чем преимущество пользоваться? Так, так, так. Простой републикации. Так, так, так. В общем, ничего, как бы, я не вижу нового. Надеюсь, что просто это все не тормозит, а показывается. Так. Окей, значит, двигаемся дальше. Перед тем, как я буду показывать браузер, я еще два слова скажу о том. Вообще, еще раз, если у вас возникли вообще вопросы, все-таки, зачем это нужно, и зачем использовать это в своей организации, может быть, вы сейчас получите ответы, я надеюсь. Так вот, такой слайд. Давайте посмотрим, как он выглядит. Не знаю, видно ли вам или нет. Сейчас я посмотрю, как у вас это выглядит. Я просто могу прибавить. Ну, увеличить. Сейчас, сейчас. Просто тут же есть некая задержка, вот. Поэтому я жду. Окей, вот, супер. Я даже вижу, как это в браузере видно, значит, все видно. Окей. Давайте проговорим. На самом деле, что здесь причин. Вот. И они достаточно простые, но они дают вам понимание все-таки преимущества, да. Итак, проще в установке, чем мобильные приложения. Смотрите, еще раз. У нас есть мобильное устройство, да, и мы будем сравнивать все-таки чат-ботов с мобильными приложениями. То есть, например, если вы не коммерческой организацией и задумаетесь о том, чтобы создавать свое мобильное приложение, посмотрите вот эти 10 причин и подумайте, стоит ли вам это делать. В первую очередь, еще раз, значит, чат-боты устанавливаются намного проще, чем мобильные приложения. Это действительно так. То есть, вы, как устанавливаете чат-бот, вы просто как будто бы добавляете новый контакт, вы не выходите из своего приложения, из своего мессенджера. Для того, чтобы установить мобильное приложение, вам необходимо зайти в магазин приложения, там, App Store, да, во-первых, найти его, желательно, чтобы оно, конечно же, было бесплатным, скачать его, установить его и так далее. То есть, это занимает время, реально время. Вот. Проще боты. Дальше. Распространяется легче. Еще раз. Для того, чтобы, например, вашему другу показать, что есть такой чат-бот, вы можете его использовать в том числе. Вы можете просто ссылку на него переслать в том же мессенджере своему другу. Немножко проблематично сделать это с приложением, да, то есть, опять же, в промо надо вкладывать деньги, чтобы, например, приложение не пропало из топовых, например, приложений в App Store, то есть, чтобы люди все-таки его видели и так далее, да, то есть, здесь все намного проще, как-то намного быстрее, действительно. Следующее, третье. Это мобильное приложение, которое подходит не для всех сценариев. То есть, если вы считаете, что вот классным решением будет сделать мобильное приложение, подумайте, как вообще люди будут взаимодействовать с тем, что вы хотите сделать. И, наверное, часто вы можете понять, что есть некая сложность. И в первую очередь, тогда рекомендую вам просто подумать о том, что, может быть, стоит ли сделать чат-бот и посмотреть, может быть, этого будет достаточно, потому что вы сэкономите просто огромное количество ресурсов. И это пункт четвертый. Потому что мобильное приложение – это долгая разработка, и это стоит очень дорого. Опять же, все зависит от того, что вы хотите создать конкретно, для какой платформы, мультиплатформенной или что-то еще. Но имейте в виду, что это действительно дорого. Конечно, вот я все-таки скажу эту фразу, конечно, сейчас все становится проще. Это как с созданием сайтов для обычных компьютеров, когда раньше мы могли только писать код программисту, и тогда мы могли создавать сайты. Теперь у нас есть CMS. То есть, это платформа, с помощью которой мы можем самостоятельно создавать сайты. Это WordPress и так далее. И вот то же самое, эта же аналогия, можно ее провести с мобильными приложениями. То есть, изначально мы могли создавать мобильные приложения только с помощью кода и так далее. Ну, так, условно, да? А теперь создается платформа, которая позволяет вам создавать мобильные приложения самостоятельно, быстро. Но они не очень сложные, и там есть много нюансов. Вот. Поэтому... Кто-то говорит увеличить. Наверное, я поздно увидел. Ну, давайте увеличиваю. Через какое-то время у вас тоже увеличится. Вот. То есть, это очень дорого, да. То есть, подумайте об этом. Это очень-очень дорого. Итак, пункт пятый. Для многих мессенджеров это популярнее приложение. Тут же я опять хочу провести аналогию с социальными сетями. Если вы, там, не знаю, сталкивались или сталкиваетесь с аудиторией, там, моложе 25 лет, там, не знаю, может быть, даже моложе 20 лет, вы просто поспрашиваете у этих людей. Вот поверьте мне, что для многих из них ВКонтакте это весь интернет. Они не пользуются практически ничем другим, кроме ВКонтакте. Ну, может быть, сейчас уже пользуются, потому что и там мобильные приложения все-таки развиты. Я имею в виду, там, на компьютере. То есть, для многих социальной сети достаточно. Так же и для многих мессенджеров достаточно. То есть, опять же, потому что если вы все, что вам необходимо, можете получить в мессенджере, зачем вам скачивать какие-то приложения или, например, пользоваться, не знаю, там, браузерами, да. Вот. Просто имейте это в виду. И в мессенджерах аудитория уже есть. Ее не надо затаскивать. Она уже существует. Поэтому, если вы сделаете полезный чат-бот, например, то он будет востребован. То есть, это такой более низкий порог входа. И он более, как бы, эффективен для тех, кто хочет привлечь, например, какую-то свою аудиторию. Шестой пункт. Пользователи реже устанавливают новое мобильное приложение. Я сужу по себе. То есть, я не помню, когда последний раз я устанавливал что-то новое. Конечно, раньше, я помню, я заходил достаточно часто на веб-сторе и смотрел, что какие новые приложения появляются. Потом происходило следующее, что я находил эти приложения, устанавливал себе и докатилось до такого, что часто я устанавливал приложения, я даже их не открывал иногда и просто удалял потом. Просто, ну, не доходили руки для того, чтобы посмотреть, как это. Поэтому статистика и динамика сейчас приводят к тому, что все меньше и меньше людей устанавливают новое приложение и смотрят за тем, что появляется. Это действительно факт. Следующий пункт, седьмой. Боты снижают нагрузку по поиску информации с пользователя. Как я уже говорил еще раз, то есть, когда вы хотите что-то найти, вы это делаете стандартным способом, например, да, в браузере, но это очень тяжело. Другой способ, это искать этот с помощью чат-ботов. Здесь намного все проще. То есть, во-первых, информация будет более релевантная и из тех источников, где вам она действительно понадобится. То есть, и это просто быстрее происходит. Пункт восьмой. Боты легко портируют на другие платформы. То есть, имеется в виду, что сейчас есть разные мобильные устройства, в том числе, там, iWatch, часы и так далее, там, планшеты. То есть, вот это имеется в виду, да. То есть, сейчас намного все проще, поэтому, создавая один, вы потом можете это все, как бы, быстренько сделать применимым для других устройств. Девятый пункт, то, что я говорил, что вести диалог у людей в генах. Я уже это об этом обсуждал. То есть, нам достаточно просто, мы привыкли просто спрашивать. Мы привыкли спрашивать у людей, да. Там, где купить это? А что ты посоветуешь? А как это? То есть, и вот сейчас тенденция в чат-ботах, она в том, что как бы мессенджеры начинают понимать человеческий язык, да, как Siri. То есть, нам не надо писать каким-то компьютерным языком. Мы просто можем, там, говорить, там, не знаю, покажи мне кино завтра, там, в девять, и тебе покажут расписание сеансов в кинотеатрах, которые рядом с тобой. То есть, все натурально, и как будто я пишу человеку, да. То есть, это реально натурально становится. То есть, не надо никаких специальных навыков, знаний, там. То есть, если говорить о том, что такое программирование, да, то есть, это когда человек начинает писать на языке таком, который может понять машина. Здесь же уже этого не нужно. Здесь уже, как бы, машина воспринимает человеческий язык. Например, Siri, вот Google Now, это два вот таких показателя, которые действительно говорят о том, что это уже работает. И десятый немаловажный факт, что боты могут использовать разный тип контент. То есть, это и фото, видео, аудио, геоположение, всплывающие окна, все что угодно вообще. То есть, например, если вы создаете мобильное приложение какое-то, там, например, там, для, не знаю, там, карту, то у вас будет только карта, да. Там очень сложно, чтобы человек загрузил туда что-то. В общем, это такая достаточно гибкая система получается, и, ну, как бы, становится все намного проще. В общем, вот эти 10 причин, просто, которые советую, вот, посмотреть, что вообще стоит использовать, во-первых, в первую очередь использовать, во-вторую, попробовать создавать самим. Ну, там, по сравнению с тем, ну, стоит ли мобильное приложение делать или нет. Так, сейчас я посмотрю, что-то происходит или нет. Окей. Так. Ну что, давайте тогда двигаемся дальше. Я просто еще хотел показать свой экран. И, да. Сейчас я включу экран. Браузер. Вот. Значит, давайте посмотрим теперь, как это и что это. Во-первых, давайте сначала посмотрим магазин ботов. Вот он выглядит так. Значит, то, о чем я говорил. Тут кнопочка есть такая, значит, она RU. Можно, во-первых, язык сайта поменять, и вот язык ботов. Это очень немаловажный факт, как я уже сказал. Например, если вам достаточно, там, только русского языка, вы снимаете эту галочку, и видите, что немножко изменились списки, да, и вы можете посмотреть, в общем, то, что стало популярным. Топ-чарты, да. Дальше листаем, 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 листаем. В общем, достаточно много их. Есть новинки, есть недавно добавленные, есть категории. Можете посмотреть новости, игры, развлечения, фото-видео, образование. Вот достаточно много, видите, уже ботов на русском языке. Например, из курса Stepik. Очень здорово. То есть, их действительно очень много. Значит, мой совет для некоммерческих организаций, каких-то инициатив, чтобы понять, стоит ли для вашего проекта делать, например, чат-боты или нет, вы можете просто зайти сюда, в бот-стор, в магазин ботов, да, и посмотреть, например, что-то подобное, если уже существует, попробуйте попользоваться этим. Если вам понравится, вы просто можете потом сделать то же самое. То есть, словом говоря, просто можно изучить рынок в том смысле, что для каких целей вообще создаются чат-боты. И это очень полезно. Естественно, что для того, чтобы это было более полноценно, конечно, надо включить английский язык и посмотреть, какие боты существуют еще в том числе на английском языке, потому что это, по сути, весь мир. И здесь их намного, намного больше. Так вот, в чате нажмите хоть что-нибудь, кто-нибудь, чтобы я понимал, что ничего не зависает, а вообще все как бы идет нормально. Потому что боюсь, что может что-то зависать. Так, пока ничего не происходит. Окей. Давайте переключу быстренько. Да, да, все видно. Окей, Михаил написал. Супер, спасибо. Да. То есть, здесь достаточно очень много, да, и вы просто можете добавить его очень легко. У каждого чат-бота есть просто своя ссылка, по ней вы можете просто, ну там, с мобильным устройством, например, зайти, и все, и как бы очень просто. Либо, если у вас desktop-приложение есть, вы также можете его открыть, и он у вас перейдет автоматически. Здесь я быстро покажу, что вообще-то у Telegram существует еще раз бот API. Это для разработчиков очень много информации о том, как использовать данные, как подгружать, как вообще создавать ботов. тут достаточно много чего. Честно, я не разработчик, и для меня это, на самом деле, какая-то абракадабра, мне очень тяжело это вообще понимать, но я думаю, что это очень здорово, и это можно использовать. Давайте перейдем дальше. И вот есть инструкция, кстати, как создавать бота, о которой я говорил, на Hubber Hubber. Просто, ну, все достаточно просто. вот видите, что у Telegram существует свой специальный бот, бот Fazer. И вот он, собственно, позволяет вам создавать действительно новых ботов. Вот. И тут по шагам написано, как это сделать, и вам действительно не надо программировать. Но тут есть вопрос с программированием. Сейчас. Так-так-так-так-так-так-так-так. В общем, есть вариант не программировать. Просто выполнять команды, которые там есть, и потихонечку вы можете сделать самостоятельно. Я пробовал это делать, я просто пытаюсь вспомнить, нужно ли что-то еще для этого. Думаю, что нет. В общем, есть бот Fazer, и вы потом создаете... Я просто смотрю сейчас список своих, ну, в Telegram. Боты. Да, вот сейчас я, наверное, прямо здесь введу. По-моему, вот так он называется. Манибот. То есть, еще раз, Godfather, бот Fazer, точно, Манибот. Ссылку я потом вам скопирую. Создай бота в Telegram без программирования. И вот тут есть достаточно много инструкций, как это сделать, и, значит, связка, Манибот и Ботфазер, вы можете создавать это бесплатно. Самим. Это очень здорово. Тут все просто, на русском языке написано. То есть, работает очень все просто. По сути, вы можете даже создавать различные многоуровневые меню, как здесь есть. Все что угодно можете делать, добавлять даже в каналы ботов и так далее. То есть, по сути, это создается разветвленное меню, где человек вводит какой-то запрос, а вы на него даете ему важную информацию. Все достаточно просто. То есть, еще раз, возможность создавать боты без программирования существует. Так, супер. Я просто включил снова какие-комментарии. Так, еще раз, что-нибудь там поставьте, чтобы я видел, что все окей. Супер. Значит, двигаемся дальше тогда. И давайте, опять же, посмотрим. Во-первых, есть паблик такой, Bots and Channels называется, телеграмовский, где достаточно много информации постится о том, что появляется нового. И тут, в принципе, можно найти или задать вопрос о том, вообще, как бы, что там по поводу ботов, да, и тут есть обзоры на новые боты. Вообще, это стоит посмотреть. Очень советую, Bots and Channels. Называется боты и каналы телеграм. Так это я закрою. И давайте просто теперь в конце посмотрим, так, что-то у меня не работает. А, ну, вот вижу, да, все окей. Давайте посмотрим примеры ботов, какие вообще существуют. И, ну, опять же, не мудрость и лукала, зачем, как бы, изобретать велосипед, а просто нашел статьи, которые говорят о том, есть в списке классный обзор. Давайте посмотрим. Во-первых, на VC.ru есть очень интересный, то есть, бывший, который, от Сукерберг позвонит, сайт про технологии, он пишет, что и тут есть подборка 20 примечательных умных ботов для телеграм. И это прошлогодняя статья, видите, как, 2015 год, потому что это год назад появилась возможность создавать ботов. И вот, достаточно много было очень полезных обзоров. Вот. Просто давайте пробежимся по тому, что существует и для чего вообще это используется, то есть, какие вообще боты есть. Я думаю, что это у нас как раз займет минут 5-7 и потом отвечу на вопрос, и я думаю, что мы закончим. Итак, первый бот это полбота, то есть, вы можете создавать списки себе. Это очень здорово. Опросы для участников там, например, в каналах или еще где-то, да, то есть, очень удобно. Hankbot это игра. То есть, вы можете создать различные игры, словесные, например. Дальше есть бот про стикеры. Это просто примеры того, что вообще существует. Понятно, что это много для развлечений, тем не менее. Вот это интересный бот. Игра-викторина. Есть аналоги на других языках. Вот смотрите, есть викторина TriviaBot. То есть, по сути, это очень здорово. Например, представьте себе, что вы работаете в каком-то фонде, который занимается там, популяризацией информации о каком-то заболевании или помощи. То есть, вы можете для освоителя аудитории сделать некий бот, игру, которая, например, в игровой манере с помощью теста будет рассказывать больше информации о том, чем вы занимаетесь, какие шаги нужно пройти, чтобы что-то определить. Например, то есть, это очень полезно. Вот в таком простом варианте от вас будет в мессенджере у человека и, например, он может таким же образом в таком виде такого теста, например, пройти, ну, я не знаю, допустим, определить по каким-то явным простым признакам, если это возможно, о каком-то заболевании, допустим. Так, я вот в чате смотрю. там про операторов ботов я пропустил, это я не знаю, что такое. Окей, ну, окей, тогда не будем смотреть дальше. В общем, создание опросов и тестов это очень, очень примечательно и очень достаточно просто. Вы можете это сделать сами. Вот, что касается FoodBot. Это очень интересно. Вы можете просто написать «Я голоден», и вам покажут, где еда в ближайшем, например, рядом с вами. То есть, представьте себе, опять же, что вы, например, сеть или там волонтерское движение по сдаче крови, и вы, например, можете сделать бот, который будет показывать места, где человек может сдать кровь рядом с ним. Все достаточно просто, ему не надо думать, где искать и как искать. Вот. Все очень может просто реализоваться. Вольфрам — это вообще потрясающая система, конечно, кто не знает, это математические вычисления, они вот теперь пришли в том числе в мессенджеры, то есть, как вы видите, тут можно вообще запросить любую информацию, там, масса земли, да, и вам, пожалуйста, результат. То есть, супер вообще, все достаточно быстро и здорово. То есть, также вы можете, например, делать бота, справочную информацию, например, по той организации, там, по вашей организации, чем вы занимаетесь. Вот. Ну, допустим, вот недавно в Impact Hub проводилась сдача крови на... для тех, кто хочет стать донором, например, да, и там очень много людей действительно задавали вопросы, а можно ли есть перед сдачей крови, а можно ли там, например, там, как с алкоголем, курить или нельзя, или можно, то есть, непонятно. По сути, можно создать такой простой бот, который будет вам говорить о том, окей или не окей, да, то есть, и это здорово, и это отпадет вообще необходимость, например, снова и снова повторять и отвечать на одни и те же вопросы, то есть, если вы там занимаетесь этим, то это вам просто очень упростит работу. Дальше, например, кино, ну, это понятно, что, опять же, вы можете по ключевому слову, например, да, найти кино какое-то любое, в том числе, как и работает, например, бот Теплица, да, он просто по ключевому слову находит статьи. Это очень просто. То есть, вы можете посмотреть список. что-нибудь интересное хочу еще показать. Это учебный материал Библиотеки Национального исследовательского центра МИСИС. Вот потрясающе тоже, то есть, смотрите, вы можете просто, как бы, условно говоря, найти по названию учебник и посмотреть, например, там его, может быть, в электронном виде, если он доступен, да, или, там, не знаю, найти библиотеки потом. То есть, опять же, все очень быстро. Так, это проверка орфографии. Вот это тоже классная штука, кстати, надо себе установить. То есть, можно в общий чат это делать, да, можно вот себе лично и проверять орфографию. Так, что еще интересного? Ну, про музыку понятно, естественно. Так, 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 Вот у GitHub, кстати, есть. Для разработчиков тоже будет интересно. Это интеграция сервиса совместно работа над кодом GitHub. Как видите, можно попробовать, может быть, полезным. Files bot. Так. Тоже потрясающая штука. Смотрите, например, вы хотите, вот вы сфоткали, например, там какую-то картинку и вам надо ее переслать всем участникам. Допустим, у вас есть групповой чат и вы можете просто с помощью этого вообще загружать туда данные и потом просто брать как с помощью ссылки и делиться. Во-первых, не знаю, говорил я об этом или нет, но имейте в виду, что все чат-боты, они работают на стороне сервера. То есть, у пользователя ничего не хранится. Это очень круто, потому что вы можете сразу иметь доступ к своей информации с любого устройства. То есть, например, если у вас есть там мобильное устройство, там планшет и компьютер, вы можете через свой аккаунт войти везде и сразу у вас будет доступ. И если вы удаляете приложение и через какое-то время опять его устанавливаете, у вас опять восстанавливается все это. У вас ничего не теряется. Это круто. То есть, это работает на стороне сервера. Вот. Ну, курсы валюты, это понятно. В общем, вы так более-менее понимаете, да, то есть, что это может быть. В двух словах давайте пробежимся о том, например, какая есть коллекция ботов для гиков. Тут, конечно, начинается с гитхаба. И вот классный обзор. Тоже ссылки потом можно будет, ну, в отчете он будет. В общем, есть, видите, аналитический бот, который интегрируется с Google Analytics и выводит необходимые метки прямо в чат. Представьте себе, что у вас есть команда, вы работаете вместе и вы можете это сделать вот с помощью бота. Потрясающе. Я думаю, что это очень удобно. Так. Полезный бот, который выполняет одну простую функцию. Генерирует временные почтовые ящики. Тоже, например, если вы где-то регистрируетесь, например, вам нужен ящик для регистрации, это супер, очень подойдет. Вот этот бот у Мадора, ну, то есть, система работы, где по 25 минут отрезки есть, и вы работаете. Я, кстати, ее самоиспользую. Супер, это бот, который позволяет вам это делать. Видите, он спринтан, ты вот эти вот по 25 минут вы можете устанавливать, он будет вам показывать, когда перестать работать, когда отдохнуть и так далее, когда делать прерывы. Все очень здорово. Так, в Альфраме говорил, ну, в общем, супер, можно делать опросы. Вот. Ну, в общем, вот так. Так, есть еще списочек полезных ботов на лайфхакере. Опять же, он сделан год назад, потому что это было, ну, то есть, только появилось, поэтому стали обзоры делать. Здесь что-то было тоже интересно, сейчас я покажу. Викторина, что еще сейчас. Вот, по сути, фотографии National Geographic. И можно посмотреть фотографии по месяцам. Тоже интересно. Так, музыка, поиск картинок, погода. Окей. Да, в общем, как вы видите, возможностей достаточно много. Просто на примере простых ботов, которые существуют, вы можете сделать вывод о том, что вообще существует и как можно использовать. Для более подробного исследования, конечно, нужно посмотреть магазин ботов. Как я понимаю, что они добавляются достаточно просто, и вы можете создать свой, и им могут пользоваться. Вы можете не добавлять его сюда, но он будет доступен по ссылке в любом случае. Так, а сейчас я еще хочу показать типа бот. WordPress, вот, вот, Теплица недавно зарелизила вот такой плагин для сайтов на WordPress, который позволяет интегрировать Telegram, бот Telegram и сайт WordPress. По сути, это очень классная штука. То есть, это работает с две стороны. Расскажу чуть подробнее об этом, а потом посмотрю чат. Значит, для некоммерческих проектов, как вы понимаете, чат-боты могут иметь очень сильную сторону в реализации. Почему? Расскажу. Значит, во-первых, вы можете собирать данные с помощью пользователей. Все, наверное, знают такие сервисы, как там Сердита Гражданина или так далее, когда, например, все начиналось с того, что мы могли сфотографировать какую-то яму на дороге, да, потом отправить и эту яму потом отремонтировать. По сути, то же самое. То есть, информирование при чрезвычайных ситуациях, например, там пожар или еще что-то, с помощью ваших чат-ботов люди могут постить информацию, и эта информация может публиковаться у вас на сайте. И, естественно, модерируется, да, то есть, вы можете таким образом собирать просто огромное количество информации, тут уже большая фантазия для того, как это использовать, но, тем не менее, вы должны понимать, что это классная возможность. Опять же, это все у человека в одном приложении в мессенджере. Ему не надо ничего делать дополнительного. Он может написать что-то, сделать скрин, там, скриншот, фотку, видео, геоположение свое добавить, все что угодно. И потом это может загрузиться вам на ваш сайт, если вы это установите, ваш сайт на WordPress. И эту информацию можете как-то агрегировать, собирать, на базе этого делать какие-то другие сторонние сервисы. То есть, я считаю, что это очень классная штука, вам нужно это попробовать, если у вас сайт на WordPress. и в двух словах хочу сказать, что, во-первых, в августе в Казани у нас будет хакатон, и как раз этот хакатон будет посвящен чат-ботам. Просто запомните пока информацию о том, что это будет август, теплица и Казань. Более подробная информация у нас будет скоро на нашем сайте. И если вы интересуетесь разработкой чат-ботов, свяжитесь с нами, подумаем, как вместе что-то сделать. так, теперь я посмотрю чат, отмотаю, это достаточно много чего написано. Так, давайте я тогда пока включу... пам-пам-пам-пам. Вот так. Да, вы пока можете задать свои вопросы, опять же, в чат, я их пока почитаю, и сейчас, конечно, ответим. В общем, я надеюсь, что этим вводным вебинаром вы немного поняли вообще, в чем как бы разница, что это такое, как это работает. Понятно, что какой-то специфической информации не было, потому что это все-таки такой вводный какой-то шаг, но тем не менее, я думаю, что будет вам полезно, и вы заинтересуетесь хотя бы этим и установите себе телеграмму, установите потом себе какие-то ботов. Так, читаю, 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 читаю. Вот, например, есть, боты и каналы SMM Planner. Так, 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 так. Ага. Извозчики постепенно вымирали, это понятно. Так, скоро через телеграмм пойдут продажи, в 4 клика можно будет заказать, оплатить. Уже можно, Екатерина, уже можно. Да, коллеги, не теряйте времени и вперед создавать ботов. Все равно вы не поняли, как это выглядит со стороны пользователя. Ольга пишет, он должен сдружиться с нашим ботом в чате. Да, еще раз, чат-бот это как человек. Вот вы добавляете коллегу себе или там добавляете друга, например, да, в мессенджер. Вот давайте еще раз перелеснем. Сейчас я пролесну до... Ну, тут два, еще раз, это две картинки, имейте в виду просто. Вот, то есть вот сверху написано имя Теплица-бот или там Сапсан Асап, да, то есть вы просто добавляете себе бота и он просто как бы, ну, не то что дружит, он у вас в списке просто есть. Вот и все. Пользователи, подписчики, то есть если у вас канал, то вы можете делать это в публичном канале даже использовать. То есть канал в Телеграм это некоторая другая история, да, то есть если есть такие каналы, то есть это когда люди подписываются на вас, а вы можете просто вещать информацию, они не могут вам отвечать, но они могут читать, они могут читать, смотреть ссылки и так далее. Дальше Наталья спрашивает, я тоже не понимаю, как наш клиент, наш бот выйдет. Почему вы сказали, что бот уже готова аудитория? Ну, потому что не надо делать какие-то промежуточные шаги, достаточно все просто, вы должны просто так. Сейчас, секундочку. Еще секундочку. Окей. Да, то я разговариваю, меня не видно, я забыл, что последовательность окон ну, потому что шагов, еще раз, почему удобнее, потому что шагов для того, чтобы просто добавить бота, намного меньше, вы просто попробуйте это сделать, вот, и у вас есть, например, база подписчиков, вот смотрите, например, там, email-рассылки вы же делаете, допустим, да, то есть в какой-то email-рассылок вы можете включить ссылку на вашего бота или на ваш канал и посмотреть, сколько людей перейдет, или просто задать вопрос и сделать опрос о том, сколько людей пользуются Телеграмом, и посмотреть, например, Сколько из вашей целевой аудитории будет людей, например, пользоваться И это намного удобнее Просто если сравнить с тем, что если вы вышлите ссылку на приложение Вопрос в другом Да, то есть как это будет работать То есть мне кажется, вот в этом суть Как в любой социальной сети одно отличие, да Давайте еще какие-то вопросы, если у вас есть Я думаю, что Можно тогда уже заканчивать потихонечку В общем, давайте напишите еще в чат, пожалуйста Как вам вообще такой формат? Удобно, неудобно? Или если там было что-то неудобно, напишите, пожалуйста, сейчас Мне просто даже очень интересно Вот, а я пока два слова скажу о том, что еще раз Видео будет, оно будет на ютюбе, естественно Будет доступно вот по этой ссылке И будет доступна презентация Я тоже ее ссылку запущу в мероприятии Вот, собственно, там ссылки активные, это pdf Но мне очень интересно, что, чтобы было неудобно Или что сделать как бы получше И это удобнее, чем обычные вебинары Или нужно сделать как-то То есть вернуться к обычным вебинарам Или это окей? Вот, а я пока долистаю Еще раз ссылочка на чат-бот теплица Это теплица, нижнее подчеркивание, бот Или telegram.me Вот это полная ссылка в браузере Вот, и вперед Значит Наталья спрашивает по поводу А, нет, Елена спрашивает по поводу Бота делают посты в социальных сетях И вот то, что я показывал вам Теплобот, это Это обратная сторона, понимаете? То есть надо связать бота и Ваш сайт И вот если вы будете использовать теплобот Установиться на ваш сайт на WordPress То тогда теоретически, да Бот может делать посты на вашем сайте Да, может Кейсы добавить будет еще лучше Вот, спасибо за обратную связь с кейсами Окей, супер Ну, я думаю, что как минимум был один кейс Это наш кейс Вот, ну, то есть у нас вот есть бот Который выдает Статьи Но супер Так, есть ли еще какие-то вопросы? Если нет, давайте это заканчивать Я думаю, что А, вот еще вопрос Можно сделать бот для Фейсбука Или только для Телеграм Для Фейсбука, для Фейсбука Мессенджера Можно создавать боты И, кстати, буквально Наверное, в течение недели Выйдет статья Об этом Но там немножко сложнее Там нужно использовать API То есть без разработчика не обойтись Как если я говорил здесь Есть возможность Давайте переключу еще раз Использовать вот этот Мэнни-бот И создавать ботов без разработчиков Да, самостоятельно То Фейсбука Мессенджера Пока такого нет Но скоро появится, я думаю Окей Так, ну что, ладно Давайте тогда заканчивать Еще раз Супер Большое спасибо, что присоединились В общем, наш сайт Тест.ру И будем рады видеть вас В следующих вебинарах Я думаю, что может быть В таком формате Или в каком-то другом В общем, если было интересно Поделитесь этой записью Или там Откоментируйте что-нибудь И еще раз большое спасибо Я тогда выключаюсь И всем хорошего дня А вот еще один вопрос Кому можно написать По поводу бота Вы можете написать Где-то под видео здесь В мероприятии Или там где угодно А мы как-то потом разберемся Кому там направить вопрос Окей, супер Вам всем большое спасибо Я тогда отключаюсь Если будут какие-то вопросы Пишите под видео Или в мероприятии Все еще раз